Дома номер 10 по улице Тухачевского Застройщик обещает сдать дом к началу 4 квартала этого года Образовательное учреждение готовится к новому учебному году Началось возведение пристроя к зданию медико-технического лицея На это из городского бюджета направили больше 40 миллионов рублей В пристрой разместится спортивный зал, душевые помещения для снарядов, тренерская и 4 учебные аудитории Сейчас ведутся подготовительные работы Строители демонтируют оконные конструкции, заделывают проемы Пристрой будет состоять из трех этажей Новое здание будет примыкать к лицею с задней стороны Общая площадь пристроя больше 700 квадратных метров Работы по строительству подрядчик обещает завершить в декабре 2017 года Также в 135-м лицее авиационного профиля начался капитальный ремонт Здание 1949 года постройки признали аварийным несколько лет назад Занятия там отменили, учеников перевели в другое помещение По плану здесь проведут капитальный ремонт фасада, заменят кровлю, перекрытие и коммуникации После ремонта здание укомплектуют необходимым оборудованием Затем приведут в порядок прилегающую территорию, обустроят спортивную площадку Финансирование на капремонт лицея поступило из федерального и областного бюджетов Завершить работы застройщик обещает к концу этого года В Самаре на площади Куйбышева приступили к фрезерованию асфальта Прилегающих скверах уже демонтировали почти половину старого покрытия и бортового камня В будущем планируется положить новый асфальт, выложить прогулочные зоны плиткой Реконструкция ведется круглосуточно Для ускорения темпов работы увеличено число строительных бригад Которые занимаются прокладыванием коммуникаций, электропроводов и системы водоснабжения В порядок приведут и ограды Медаллические решетки снимают, очищают от старой краски Перед новым покрытием защищают от коррозии Затем их покрасят и поставят на прежнее место В дальнейшем специалисты муниципального предприятия спецремстройзеленхоз Проведут озеленение площади и скверов Организуют современную систему полива На стадионе Самара-Арена начали красить металлоконструкции Региональная пресс-служба предупреждает самарцев, что от ветра краска может разлетаться в радиусе до 3 км от стадиона Работы будут продолжаться до 1 сентября Перед покрытием металлические конструкции обработают специальным составом, чтобы защитить от коррозии Промежуточный слой выполнен на четверть Сборка металлоконструкции купола уже близка к финалу Рабочие смонтировали большую часть из почти сотни блоков Также продолжается отделка внутренних помещений стадиона и устройства наружных инженерных сетей Начались подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории Сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка В микрорайоне Волгарь идет строительство парка Дружба народов Это будет этнокультурный комплекс, посвященный истории и культуре народов, проживающих в Самарской области А их в регионе 157 Между озер Зеркало и Двубратное на площади больше 12 гектаров строится музейный комплекс Он будет состоять из 22 домов и подворий в стиле разных народов Каждый дом возводится в соответствии с правилами и традициями каждого этноса Перед строительством была проведена большая научная работа с историками, культурологами Специалисты получали консультации в других республиках Учитывалось все, и строй материалы, и особенности зодчества, даже цвет древесины Перед строительством представители каждого народа проводили свои национальные обряды Здесь будут проходить выставки, экскурсии и межнациональные праздники Частично парк откроется уже осенью, ко Дню Дружбы народов 12 сентября Полностью комплекс заработает в мае 2018 года